Друзья, всем привет! Сегодня 10 апреля, на дворе плюс 20 градусов, наконец-то пришла весна. Все те, кто подписан на инстаграм канала, знают, что в прошедшие выходные я отправлялся к одному из официальных дилеров Мазды с целью помочь одному из акционеров канала купить новый автомобиль 2017 года в хорошей комплектации, с хорошей скидкой и без обмана. Какие фокусы дилер выкидывал при оформлении договора? Как вас могут обмануть, даже если вы пришли покупать автомобиль за наличный расчет? В общем, вы сами мне очень часто пишите, рассказываете, как вы попадались, как вас обманывали. Я лично регулярно езжу по салонам и собираю эти истории, и именно об этом я сегодня хочу с вами поговорить. Я расскажу все от начала до конца, постараюсь это сделать максимально кратко и полезно, чтобы вам или же вашим друзьям это видео когда-то пригодилось. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с друзьями. Возможно, кому-то будет интересно, где я сегодня снимаю. Вот такая у меня маленькая импровизационная студия. Друзья, данный видеоролик я снимаю не с целью самой рекламы. Я с вами бесплатно делюсь советами, маленьким своим опытом, наверняка кому-то это будет полезно. В любом случае, в этом видеоролике у нас есть маленькая рекламная вставка, но она реально будет очень интересная. Пожалуйста, досмотрите до конца и не перематывайте. Но сегодня вы ко мне прямо в гости пришли. Как вы думаете, реклама чего будет? Мини-моечный комплекс Керхер К5. На самом деле, порекомендовать я вам хочу не только его. Откуда он у меня? Есть такой онлайн-магазин, интернет-магазин, онлайн-трейд.ру. Там у меня работает товарищ, который дал мне несколько товаров для того, чтобы я снял на них полноценные обзоры, и они разместят их у себя на сайте. То есть, вы заходите к ним, хотите купить товар, нажимаете, смотрите, что он из себя представляет. Вот эта мойка реально хорошая. Я, значит, сам раньше пользовался различными мойками других марок. Вот это достойный вариант. Цена его в интернете сейчас примерно 20 тысяч рублей, но у них на сайте ценник на нее 15500 рублей. Все, что нужно, чтобы получить эту цену, зарегистрироваться. Что она из себя представляет? Смотрите. Вот так все это выглядит в распакованном виде. Ручка для удобства переноски, колеса, шланг для воды, сам непосредственно моечный комплекс. Идет сеточка специально для него. Есть пистолет, с которым вы, собственно, и будете стрелять и работать. Идут две насадки. Первая насадка, она идет под высоким давлением. То есть, ей вы сможете сбивать различного рода грязь и прочее. А вот эта насадка имеет два режима управления. Легко это все меняется путем проворота. Что она дает? Возможность сделать больше воды, меньше воды. Ну, знаете, в общем, различного рода аэрозольные эффекты. И, конечно же, в большинстве своем люди покупают эти мини-моечные комплексы для того, чтобы мыть свои автомобили. Все, у кого есть свой дом, дача, либо гараж, знают, что подобного рода вещи помогают в быту жить проще. В любом случае, активную ссылку оставляю в описании. Это огромный интернет-магазин. Переходите, знакомьтесь, там очень много товаров. Наверняка вам что-то понравится. Как выяснилось, постоянным покупателем на этом сайте является мой отец. Когда я ему сказал то, что онлайнтрейд.ру, он говорит, о, а я их знаю. Поэтому, друзья, смело могу их рекомендовать. С чего начинается покупка нового автомобиля? Ну, конечно же, в первую очередь, это либо звонок официальному дилеру, либо поездка к нему в салон. Так вот, смотрите, ранее я снимал видеоролик о том, как купить автомобиль со скидкой. Прямо последовательно, очень долго рассказывал, примерно минут 30. Я ссылку на этот ролик оставлю в описании, но он был снят 3 года назад, поэтому многое изменилось. И вот я вам сейчас хочу кратенько все напомнить. Когда я хочу купить новый автомобиль или кому-то его ищу, я делаю простые незамысловатые вещи. Но в первую очередь мы с вами знаем, чего мы хотим. Цвет автомобиля. Мы знаем наши условия покупки. Это может быть только наличный расчет. Это может быть наличка плюс кредит. Это может быть наличка с трейдином. Либо трейдин, наличка, кредит, все вместе. Прямо, знаешь, такое некое комбо, что для менеджера по продажам всегда будет, знаешь, таким бонусом и бинго. Потому что чем больше вот этот список условий покупки, тем больше могут быть масштабы обмана со стороны официального дилера. И вот давайте я присяду поудобнее, так вот по-простому, по-житейски. И все вам подробно расскажу, как было с нами. Вы можете моделировать данную ситуацию на себе. Смотрите, человек обращается ко мне и говорит, у меня есть миллион рублей. Остальную сумму я готов взять в кредит. Я хочу найти себе автомобиль Mazda 6 2017 года в комплектации Executive. Если вы зайдете на официальный сайт, такая машина стоит 1 миллион 911 тысяч рублей. Естественно, все хотят купить автомобиль со скидкой. И самое главное, чтобы все было честно. Когда речь идет о кредите, вы прекрасно знаете то, что подводных камней вот столько. Так в итоге, я обзваниваю каждого официального дилера и обозначаю условия. Есть миллион, остальную сумму мы возьмем в кредит. Возможно, сделаем КАСКО. Но 100% не будем делать никакие страхования жизни и прочие ненужные нам услуги. И вот вылетает предложение от одного дилера, которое мы, собственно, и хотели услышать. А именно, 1 миллион 700 тысяч рублей цена за автомобиль. Таким образом, 211 тысяч скидка. Плюс мы делаем кредит честный, без дополнительного страхования. Если нас цена по КАСКО устроит, мы сделаем. Не устроит, будем искать на стороне. После чего я представляюсь менеджеру по продажам. Говорю, ребята, так и так уж сложилось. Я веду канал на YouTube. Этот парень акционер моего канала, поэтому кинуть его не получится. Мы приедем. Имейте в виду, камера будет с собой. Поэтому все должно быть честно. Именно так, как вы назвали по телефону. С менеджером по продаже мы посмеялись. Мол, а как может быть иначе? Приезжайте. И вот мы назначаем день встречи. Отправляемся с человеком в автосалон. Нас отправляют в первую очередь к кредитному специалисту. Потому что именно с кредита начинается вся покупка. И он нам сейчас как бы предложит наиболее выгодные условия. И вот в процессе общения с кредитным специалистом всплывает, что страховка жизни сэже заложена. 70 тысяч рублей. Я говорю, ну, ребят, ну как так? Мы же общались. А, я не знал. Это же менеджер. Я вот другой отдел. В итоге 70 тысяч рублей. Вот она, пожалуйста, лежит на поверхности. Вроде бы пока она нигде не прописана. Она уже потенциально должна была быть на его плечах. И в процессе общения с менеджером по продажам у нее был свой листочек. То есть она ведет нас как клиентов. И там тоже была заложена страховка жизни. 70 тысяч примерно. Она при мне потом ее вычеркивала. Параллельно всему этому мы подаем заявку на кредит. Вот если вы думаете, что придя в автосалон, напротив вас есть менеджер кредитного отдела, и он на вашей стороне и думает, блин, в какой же банк подать заявку, чтобы для вас были максимально выгодные условия, то вы ошибаетесь. Конечно же, в первую очередь присутствует человеческий фактор. Если вы нарветесь на нормального человека, который разбирается в банках, будет понимать, куда лучше вам подать заявку в вашей ситуации, это будет так. Но в нашем случае, например, было так, что мы подали в ряд банков-партнеров, и все. Мы получили предложение суммарно за три года. Сумма переплаты составляла 205 тысяч рублей. После чего наш товарищ говорит, смотрите, у меня есть карта зарплатная в определенном банке. Может, попробуем подать туда? Ну, давайте попробуем подать туда. Подаем туда, и выясняется, что экономия тут же на ровном месте составляет 10 тысяч рублей. То есть сумма переплаты 195 тысяч рублей. Подчеркиваю, на ровном месте вы экономите 10 тысяч рублей. За одну минуту. Таким образом, вы должны понимать, если вы хотите найти самое выгодное предложение по кредиту, то нужно подавать заявки в максимальное количество банков, просматривать каждый непосредственный ответ и расчет. Тогда вы сможете сказать, вот из 10 банков самый выгодный кредит для меня именно в этом банке. После мы переходим к обсуждению цен по КАСКО. Изначально по телефону человек созванивался, обозначил все свои параметры, данные. Ему цену обозначили 72 тысячи рублей на него плюс на его жену. Это полная каска, без франшизы, угон, тотал и возможные повреждения. Когда мы сели за стол, выяснилось то, что цена почему-то изменилась и стала 82 тысячи рублей. Опять же, за одну минуту ценничек подрос на 10 тысяч рублей. Когда мы задаем вопрос, а почему, откуда такая цена, вроде уже было 72 тысячи. А вот, извините, а есть у вас эта переписка, а нет. А все разговоры были только по телефону. То есть показать ему и сказать, смотри, 72 тысячи ты писал, мы не можем. После чего мы начинаем обсуждать условия кредитного договора. Нам сотрудник предложил 850 тысяч наличкой и 850 тысяч мы берем в кредит. И вот суммы кредитных средств мы должны заплатить 1% в качестве взноса, сбора, не пойми чего. Я спрашиваю, подождите, 1% вам, салону? Да. За что? Ну, это вот не ко мне, это к менеджеру. Подходим к менеджеру, говорим, а за что мы должны заплатить 1%? Сумма 8500 рублей, вроде бы небольшая, да, с учетом того, что мы покупаем автомобиль за 1 миллион 700 тысяч рублей. А, ну, 1% да, это есть, от него никак нельзя отказаться, это вам в кредитный отдел. Подходим к кредитный отдел, и точно не шанс этот футбол, туда-сюда. После этого я делаю претензии, говорю, ребят, подождите, вы вообще какое отношение к этому имеете? Человек берет кредит, он будет за него платить. Условия банка, это сделать каско на автомобиле, он тоже это делает. Какой 1%? В итоге мы порешали эту ситуацию так, что мы оплатим этот 1%, потому что, как они заявили, от него отказаться никак нельзя. Но вместо этого мы получаем несколько допов, которые чуть больше цены этой, нам в подарок. Начинаем предварительно читать следующий договор о покупке, где прописано, что когда мы будем вносить сумму по оплате автомобиля в кассу, то взымается комиссия в виде 0,3%. Спрашивается опять, за что? Получается такая ситуация, что ты приезжаешь в автосалон, привозишь с собой сумочку с деньгами, покупать у них автомобиль, приходишь на кассу, кладешь 850 тысяч рублей, именно эту сумму он должен был внести как предвоплату, и с нее ты должен заплатить 0,3%. Это 2550 рублей. Казалось бы, небольшая сумма, но опять же, за что? Я задаю этот вопрос, и говорят, ну, а что, вы не хотите заплатить комиссию? Нет, конечно, не хотим. Нам говорят, ну, хорошо, просто берут этот пункт, вычеркивают. Таким образом, если суммировать, 70 тысяч за страховку жизни, 10 тысяч подросла цена по каске, 8500, 1%, 2550, это вот какой-то кассовый непонятный сбор, уже практически чуть больше 90 тысяч рублей. Вот вопрос, мы зашли в автосалон, я представился, сказал, ребята, у нас есть камера, если что, мы можем вас заснять. Да-да, никакого обмана, все будет честно. И здесь, понимаешь, нас как бы не обманули, все же по-честному нам все это убрали, но в итоге это все везде фигурировало. И если бы человек пришел один и не придавал бы этому значению, то потом, когда он бы везде подписался и начал читать договор, выяснилось то, что, привет, 90 тысяч рублей ушли куда? К дяде Васе. И кто-то из вас сейчас наверняка скажет, а я ведь всегда говорил, кредит это зло, не накопил на машину, значит, нефиг ее покупать. Рассказываю вам простую историю, как человек приходит покупать автомобиль в автосалон, имея миллион рублей, и предварительно согласовав цену на покупку автомобиля ровно в миллион рублей. Заходя в автосалон с этой цифрой, ценник в договоре запросто может измениться. В первую очередь, опять же, все эти скрытые какие-то непонятные кассовые сборы. Во-вторых, придя на кассу, либо же прочитывая договор, вы можете увидеть, что цена автомобиля стала 1 миллион 15 тысяч рублей, 20-25. Не важно, вот эта сумма зависит напрямую от жадности, наглости и непорядочности менеджера. Вы задаете вопрос, а за что я плачу 17 тысяч рублей условно? Вам скажут, ну как же, это гарантия юридической чистоты. Оплачивая эту услугу, вы получаете удостоверенность, гарантию с нашей стороны, что все будет классно, что сделка пройдет честно, что вот вы можете обратиться в суд, и все документы правильно оформлены, и бла-бла-бла. То есть, как бы, ты говоришь, ну да, да, конечно, мне это надо, я же новую машину беру, а на деле ты покупаешь воздух. Если вы покупаете автомобиль в кредит, то здесь скрытых платежей может быть еще больше. Тот же самый менеджер, который вас оформляет, может в тело кредита включить 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей за услуги составления договора. Вы спросите, что значит этот пункт? Ну вот, мы же с вами сидим, сейчас подписываем документы, я вам их распечатаю, и вот за это вы, как бы, в добровольном порядке даете мне бонус. Вы скажете, подожди, если я не хочу платить, то, ну, блин, если вы не хотите платить, если вы не хотите дать мне бонус, ну, хорошо, давайте этот пункт вычеркну. Такие истории, друзья, на самом деле сплошь и рядом, поэтому, когда вы отправляетесь покупать новый автомобиль, нужно быть предельно на чеку и смотреть каждый пункт. Вот я на своем опыте с Альфа-банком понял, что верить нельзя никому. Ну, каждое слово сказал, проверяй, прям показывай, ткни пальцем, где это прописано, написано. Обмануть могут, глядя вам в глаза, улыбаясь и говорят, ты классный парень, у тебя будет самая лучшая тачка по самой выгодной цене. Периодически я общаюсь с менеджерами по продажам, которые мне сами рассказывают различные ситуации. Так, например, приходит человек, ему говорят, вот для вас мы сделаем скидку 300 тысяч рублей и еще вам доп. оборудование подарим. Он, естественно, радуется, говорит, ну, нифига себе, у меня самое лучшее предложение. А когда начинает изучать, он понимает, что в тело кредитов вкинули страховку жизни раз. Что доп. оборудование, там, например, условно на 100 тысяч рублей, которые они ему как бы дарят, реально стоит 20 тысяч рублей. И это доп. оборудование, которое никому не нужно, просто так валяется на складе, но в качестве вау-эффекта вам его дарят. Но клиент, который сидит в эйфории за столом в ожидании ключиков от своего нового автомобиля, этого даже не замечает. Все это он заметит дома, через пару месяцев, когда начнет подсчитывать свои расходы и задаваться вопросом, почему я так много плачу за этот автомобиль. И самое, что интересно, очень часто сейчас встречаются ситуации, когда человек, покупая автомобиль, сто раз задает вопрос, есть страховка, жизни нету. Приходя домой, на следующий день, на позаследующий замечают, что она все-таки есть. Звонит в автосалон и говорит, ребят, а где сам договор на страхование? И они заявляют, что мы вам его вернем, но только через пару недель. А через пару недель пройдет тот самый период охлаждения, в течение которого вы имеете право отказаться. И вот если вы начнете звонить в автосалон, вам будут говорить, это не к нам вопрос, идите в страховую. Вы будете звонить в страховую. В какую страховую? Это хорошо, если вам вообще скажут, где вас застраховали. В общем, начинаются самые муки и мороки, и вы понимаете, что условно 100 тысяч страховка жизни, и у вас есть 2 недели. Успеете все провернуть и вернуть ваши деньги? Вы молодец. Не успеете? До свидания. Я думаю, многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда вы приходили покупать новый автомобиль, знакомились с менеджером, и вы с ним становились, ну как бы вась-вась. Вы ходили покурить, он вам рассказывал всю подноготную, как работает салон, сколько он зарабатывает, какие реально возможные скидки, условные цены закупочные на автомобиль. И он вам вот прям вот все, дружаня. Вот ему позвони, и он тебе сделает самое лучшее предложение. Так вот, смотрите, любой менеджер, это в первую очередь продавец. Его основная задача войти в контакт с покупателем, чтобы он был твой друг. Ты ему говоришь, Саня, что ты тут у нас не срастается? Саня прибегает, говорит, сейчас все порешаем, все сделаем. Но на деле получается следующее. Очень часто такие люди, когда к ним приходят по рекомендациям, они говорят, да, сейчас мы все сделаем красиво. Мы тебе сделаем хорошую скидку, там, в виде условно 100 тысяч рублей, сделаем тебе доп. оборудован тысяч на 80, что-то тебе продадим прям по совсем низкой цене. Но за все это тебе нужно нас будет немножко отблагодарить, потому что мы реально делаем прям чуть ли не в минус салону. Сколько? 20, 30, 50 тысяч рублей. Речь о двух-трех тысячах и бутылочке коньячка идти не будет, речь будет идти как раз о десятках тысяч рублей. И вы думаете, блин, ну сейчас 30, 50 тысяч, ну зато мне такое классное предложение сделать. Но если вы позвоните другим дилерам, то вы поймете, что это, как правило, среднее такое предложение. И ничего грандиозного вы от него не получаете. Он вас просто-напросто обманывает. Друзья, одно время мы с вами говорили, вот серые дилеры постоянно везде об этом кричали, в интернете, газеты писали, по телевизору их показывали. Но на сегодняшний день я вам могу с уверенностью сказать, что вы можете прийти покупать автомобиль к официальному дилеру, и он вас кинет точно так же, как кидают серые дилеры. Никакой разницы не будет. Вам также впаяют огромный кредит. В этот кредит вам включат страховку жизни, допоборудование, вам могут даже завысить цену автомобиля. Такое действительно бывает, когда машина на официальном сайте стоит миллион восемьсот, вы приходите покупать ее в кредит, а потом выясняете, что вам эту машину пробили по цене, допустим, в два миллиона рублей. Если вы сейчас смотрите этот видеоролик и хотите в ближайшее время купить новую машину, но никогда этого не делали, либо делали это очень давно, ребята, я вам настоятельно рекомендую, обратитесь к кому-нибудь из своих друзей. Кто сможет с вами съездить, то более грамотный в этом процессе. Если вы понимаете, что вы приедете, вам дадут договор, а вы даже не знаете, куда там смотреть, где там что написано, однозначно идете к кому-то и просите вам помочь. Потому что, приехав в автосалон, я вам серьезно говорю, 5, 10, 15 тысяч рублей на ровном месте вы там можете оставить, и даже сами не поймете за что. Я думаю, многим интересно, сколько зарабатывают менеджеры по продажам. Пообщавшись с одним из них, я попросил по-честному мне на камеру назвать эти цифры. Так вот, самый кислый месяц он назвал 60-70 тысяч рублей. Если месяц нормальный, то цифры будут 100-120 тысяч рублей. Жирный месяц это 170-200 тысяч рублей. Это прямо когда очень хорошо. Как вы знаете, у всех менеджеров по продажам идет только оклад. Все остальное это то, что ты набьешь. А набиваешь ты где? В зале. А в зале это мы с вами. Это мы, потенциальные их клиенты. Приходим, приносим денежки. Его задача продать нам автомобиль, продать нам дополнительное оборудование, предложить кредит, потому что это гораздо выгоднее. В общем, тут вы уже все прекрасно знаете. Друзья, у меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал. Обязательно подписывайтесь на сам канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Высказывайте ваше мнение. Если с вами произошла какая-то жесткая ситуация, обязательно пишите ее мне. Если вы хотите, чтобы я вам как-то помог осветил ее, так же можете писать. Но обязательно знайте, что все документации должны быть. Я как минимум приглашу вас в кадр, чтобы не получилось так, что меня вот там кинули. Ты расскажи на камеру. Я рассказываю, а потом выясняется то, что ты чего-то не так понял, а виноват остаюсь я. Поэтому всем до новых встреч. Пока-пока.